Третья городская больница Махачкалы начала прием первых больных с пневмонией. Оборудовать учреждение первоначально необходимой техникой удалось за счет средств простого народа. Инициативная группа WhatsApp организовала сбор средств. За пять дней удалось собрать более трех миллионов рублей. Как удалось запустить больницу, расскажет Хамзанур Магомедов. Началось все с того, что на сайте Муфтиата вышло обращение главы республики с просьбой помочь оборудовать третью городскую больницу для лечения больных вирусом. Ответили только обещаниями поддержать. Однако, понимая, что промедление недопустимо и потеряв время, можно потерять людей, инициативная группа решила самостоятельно объявить сбор средств. Сбор идет. Собрали уже больше трех миллионов. Закупили аппараты уже в больнице. Народ не только объединился. Когда поступали деньги на карту, люди просто писали в Аллахе последние деньги, и мы хотим поддержать на кислород, на больницу. Это просто невероятная была сплоченность. Это очень много слез. Счастье было пролито за эти дни. Аль-Хамду Лилля. На закупку первых кислородных концентраторов ушло более миллиона рублей. Все оставшиеся деньги также пойдут на помощь больнице. Один из суден участников благотворительного сбора объяснил, почему он решил сделать пожертвование именно этой клинике. Я знал, куда я даю, и я знал, кто за этим стоит, и я знал, куда она придет. То есть элемент доверия здесь очень важен. Очень важен. Я не просто в какую-то неизвестную организацию отправлял, неизвестно кому. Я знаю лично каждого человека, который стоял за это, и я прекрасно понимаю, куда пойдут эти деньги. И я сегодня увидел подтверждение того, что мои надежды оправдались полностью на тысячу процентов. Закупленные препараты, медикаменты и средства индивидуальной защиты позволили больнице начать принимать пациентов с COVID-19. Медпрессонал пополнили работники Центра грудной хирургии. У нас здесь больница рассчитана более чем на 170 койок, но изначально мы сейчас планируем принимать сначала 50 пациентов, потом доведем до 100. И в зависимости от того, какая будет складываться ситуация, будем смотреть, может быть, еще развернем койки. Так как в нашей больнице не имеется аппарата КТ, по договоренности с Минздравом к нам должны поступать пациенты средней тяжести, уже обследованные с снимками КТ. Следующая цель инициативной группы – закупить аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии, чтобы и обследование лечения пациентов можно было комплексно проводить в этом учреждении. Больница также готова принять волонтеров и врачей в штат. Как только поступили первые аппараты кислородного концентратора, уже в эту больницу начали поступать новые больные. Это говорит о сложной ситуации. Берегите себя и своих близких. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.